Всем привет! С вами я Елена Смирнова и сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями о том, как прошла моя Ночь в музее 2015. Надо сказать о том, что в этом году меня первый раз пригласили поучаствовать в Ночь в музее с проведением моих мастер-классов по открыткам. Честно говоря, я никогда не приводила мастер-классы в настоящей жизни, я только снимала ролики. И поэтому мне было немного сложно, я не представляла, как сделать небольшой мастер-класс минут на 15-20, чтобы это смогли сделать маленькие дети. Я готовилась несколько дней, придумывала разные открытки, смотрела, что из материалов у меня есть и что можно использовать. Сначала я не знала, какие материалы с собой мне нужно взять и какие оставить, поэтому я взяла все, что у меня было. Я подготовилась, я нарезала заготовки для открыток из акварельной бумаги, я сделала фоны для открыток, чтобы люди могли просто выбрать сразу фон и не тратить время на нарезку. Второй вопрос, который меня волновал, это какую цену поставить за мой мастер-класс. В среднем открытка стоит 120 рублей, простая обычная открытка, поэтому я решила, что мы не будем усложнять и сделаем цену мастер-класса такой же, чтобы было больше участников. Я думала, что у меня будет еще время походить по музею, посмотреть, что еще проводится, какие мероприятия, какие мастер-классы. Но я даже не успела посмотреть, что еще было в той аудитории, где я это проводила, потому что там кроме меня был еще батик, глина, клетка из глины, береста и много всего еще. Но я, кроме детей и бумаги, больше ничего не видела. Даже когда проходили мои знакомые, если они меня не откликали, я их не видела. Потому что я была сосредоточена полностью на моем мастер-классе, на детях, которые у меня находились в этот момент, чтобы успеть все посмотреть, что они клеят, что они клеят, где можно помочь, где не нужно помогать. В общем, вот. Изначально было два стула только мой и для человека, который будет сидеть на моем мастер-классе заниматься. Но потом родители сами находили для своих детей стулья, и в общей сложности мне пришлось еще отдать свой стул, и у меня было пять человек за моим столом, которые занимались и делали открытки. С шести до двенадцати часов я не присела ни разу, потому что было абсолютно некогда, было очень много желающих, занимали очередь, все старались скорее заплатить, чтобы уж точно занять место для своих детей. И в общем, я поняла, что дети, как и их родители, и вообще люди все очень-очень-очень разные. Есть дети, которым нужно помогать, им нужно буквально говорить каждый шаг, что нужно сделать, что наклеить, что приклеить, что лучше приклеить. А есть дети, которым абсолютно не нужно помогать, они сделают все сами. Когда я одной девочке сказала, что вот здесь сейчас я достану. Но перед ты можешь их добавить сюда. И когда я достала розовое пюро из пакета, все дети ахнули. У них было столько восторга, я никогда не видела такого восторга. Что я получила от этого мероприятия? Во-первых, я заработала денег, и мои расходы окупились. Во-вторых, я получила огромный опыт в проведении мастер-классов в настоящей жизни. В-третьих, это огромное количество впечатлений и эмоций. Во-вторых, я хочу сказать огромное спасибо Национальной художественной галерее города Ишкарлы за то, что дали мне такую удивительную возможность поучаствовать в проведении мастер-классов в ночном музее. Мне безумно понравилось за этот опыт, который я приобрела. Также хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в моем мастер-классе, детям и их родителям, взрослым, которые участвовали в моем мастер-классе. Я очень рада, что вам это было интересно. Также я хочу сказать спасибо зрителям, которые посмотрели этот ролик, за зрителям, которые смотрят мои видео. Если вам нравятся мои мастер-классы, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok